Добрый день, уважаемые читатели и зрители портала ПРОУФУ. Сегодня со своим, как всегда, отличающимся от многих мнением у нас в гостях политтехнолог Андрей Пателицин. Мы сегодня хотели с ним затронуть целый ряд вопросов, которые, как бы сказали, были обозначены в информационном и политическом поле нашей республики за последние дни и недели. И начнем, пожалуй, наверное, с наиболее свежего события. Это отчета Радия Хабирова о работе правительства в 2018 году, который вчера был заслушан на заседании госсобраний. Вот новый формат, когда у нас сейчас часто стали внеплановые здания пленарные проводиться, внеочередные, так называемые. Видимо, депутатам нужно изобразить, что они работают в два раза больше. И очень интересно, что такие доклады становятся краткими. Я уж предполагал, раз уж внеочередное собрали, если на повестке дня один такой вопрос, можно было бы отчитываться не одному в Рио главы республики, а ему, наверное, можно было на разбор вызвать всех министров, которые могли бы отвечать уже более предметно и системно на вопросы депутатов. Но не суть этого важна. Суть важна в том, что Радий Хабиров обозначил целый ряд проблем, которые ему достался, может быть, где-то по наследству, где-то продолжает существовать и сегодня. Скажем так, отметим их, это, прежде всего, темы дольщиков, здравоохранения, опять же, показатели экономические, инвестиционные, транспортные проблемы. Понятно, что здесь в Рио главы республики не стал приукрашивать картинку, но звучала такая фраза, что у нас там тяжелое наследие. Но, как вы, скажем так, Андрей, оцениваете все эти проблемы, вот видите, особенно в глаза резонулось, мы все вчера отметили то, что его, так скажем, резкое высказывание по голодающим дольщикам, то, что у нас митингов-пикетов становится меньше, но при этом у Белого дома его встречали те же голодающие жители Миловского парка. Как вы видите ситуацию по этим вопросам, Андрей? Ну, действительно, вопрос, прямо скажу, широко поставлен, но начнем по порядку, скажем, вот с того же самого отчета. Действительно, формат необычный, не штатный, действительно краткий. К сожалению, Хабиров продемонстрировал некую неготовность адекватным образом подавать цифровую информацию, я имею в виду данные. Мы знаем, что он совершил досадную ошибку недавно совсем в правительстве России, когда перепутал цифры роста башкирской экономики, роста российской экономики, их соотношение. Относить, наверное, это к досадному недоразумению не стоило бы, потому что подобные доклады все-таки готовятся весьма основательно, и цифры и прочее должны быть в голове плотно положены, и их соотношение, и так далее. Вообще, имитация взаимодействия правительства и администрации главы с госсобранием тоже набирает обороты. Мы отмечали, как Хабиров в повелительном форме, повелительной тоне, значит, дает задание господину Ишмухаметову, который неизменно присутствует на всех оперативках правительства, он ему там дается задание принять такой закон, принять такой закон. Это, конечно, слегка смущает либеральную часть населения, которое испытывает иллюзии о том, что все-таки парламент это независимый орган, который там что-то принимает, что-то не принимает, а правительство это вообще исполнительная власть. Ну да ладно. Но действительно, похвастаться особенно нечем на данный момент. Ну и прошло-то всего полгода, но с другой стороны, прошло уже полгода. И вот этот тезис о том, что мы имеем тяжелое наследие, значит, это не виноваты не мы, и мы исправляем чужие ошибки, он начинает постепенно ослабевать. Это очевидно. И будет ослабевать закономерно. Примерно еще через 2-3 месяца ссылаться на грехи правительства Хамитова, на их тяжелые наследия и прочее, будет уже неуместно на самом деле. Ну в полной мере, по крайней мере. Понятно, что климат или экономическое устройство государства не лежат в плоскости ответственности Хабирова, но и Хамитова тоже. Соответственно, ссылаться на предыдущие проблемы будет уже неуместно. Пожалуй, что это последнее, наверное, обоснованное оправдание своих проблем проблем предшественников. Но дело в том, что сейчас население достаточно, скажем так, плохо, неадекватно воспринимает отсылку на прошлые администрации, потому что уже 20 лет все администрации регионов у нас, в общем-то, проходят через фильтр Москвы, и все люди, которые руководят регионами, они ставленники московских властей. Соответственно, ну как Хамитов, так и Хабиров, это ставленники московских властей. Да, соответственно, как можно одного и другого обвинять? Если бы они были в чистом виде избраны, делегированы, произросли из местной среды, тогда бы да, можно было бы. Условно говоря, последним неназначенным из Москвы губернатором у нас был Рахимов. То есть, плохой, хороший, ошибался, не ошибался, это все его личное. К нему можно выдвигать претензии, можно на него ссылаться и так далее. А когда вот эти товарищи, они, в общем-то, плоть от плоти одно и то же, по сути, они, конечно, люди разные, разные судьбы, разных команд, разных башен Кремля, но, тем не менее, это все равно они все из Кремля. Соответственно, ну, отсылать все свои проблемы к предшественнику уже некорректно. И население тоже это не очень воспринимает. Ну как же, ну Хамитов тоже же был человек Кремля. И Хабиров человек Кремля. То есть, тут неизбежно можно перевести стрелки как бы куда-то выше, а это для них опасно, да? Я думаю, что вот эти вот отсылки в скором времени прекратятся. Теперь уже вот по конкретике. Ну да, с дольщиками, конечно, получилось нелепо вчера. Хабиров, очевидно, поторопился декларировать то, что он существенным образом улучшил ситуацию в этой области. Я бы сказал, что он ее не только не улучшил, но он потерял контроль над этой ситуацией. Это очень опасно. Как я и прогнозировал, к весне и к лету эта ситуация будет только нарастать. Соответственно, к выборам, наверное, будет достигнут обратный результат от того, который пытались достигнуть, создавая вот эту систему взаимодействия. У Хабирова есть, конечно, еще сейчас шанс на, скажем так, поспешное срочное изменение конструкции, взаимодействие с этими сообществами. Но если он его утратит, то к июлю, к июню он получит уже неконтролируемые процессы. 7 тысяч дольщиков обманутых он назвал, там 19 объектов, если не ошибаюсь. А по вашим данным сколько? Нет, 75 домов проблемного строительства, более 20 жилищных комплексов и общая численность около 10 тысяч человек. То есть, тут игра цифрами, конечно, тут вопрос ведь статуса, потому что очень многие проблемные объекты, да, они формально не считаются обманутыми дольщиками. Есть софинансирование, есть кооперативы, есть еще какие-то формы, но суть это одно и то же. А формально, да, то есть это, условно говоря, по статистике госстроя, там 7 тысяч человек. А по жизни, по факту, это более 10 тысяч человек. С ареалом семьи эта группа может исчисляться уже где-то в районе 120-130 тысяч человек. То есть, я имею в виду влияние этой проблемы. Если они эту проблему не купируют или, по крайней мере, не дадут понять, что они всерьез ее решают, то они получат протестное голосование уже в этом сегменте 100%. Вот здесь у меня вопрос. Вы когда упомянули о том, что нужно менять какое-то информационное взаимодействие с этим населением и так далее, вы имели в виду то, что сама по себе проблема настолько сложная и системная, и, собственно говоря, какими-то конкретными шагами на уровне республики ситуации кардинальным образом не поменяешь в корне, да, вот ситуации в основе своей. Но, с другой стороны, может быть, как-то, если взаимодействие, по крайней мере, понимание этих людей можно достигнуть. Я правильно? Да, безусловно. То есть, вот давайте к истории вопроса кратко вернемся. Значит, вот каковы были проблемы взаимодействия с дольщиками с этой проблемой вот до прихода Хабирова? Был бестолковый госстрой, который с большим опозданием получил понимание того, что это большая проблема, что домов много, они не занимались ни обобщением, ни там анализом. Ну, здесь что-то дома не строятся, здесь не строятся, тут там кто-то там бузит, там что-то там, значит, шумят. Не пытались систематизировать. Взаимодействия не было. Периодически какие-нибудь группы там инициативные, не системные, не какие-то, понятные, приходили туда в госстрой, требовали приемы, пытались добиться чего-то там, значит, и так далее. В последние месяцы правления Хамитова перед выборами, вот самый первый скачок был перед выборами Путина. Значит, когда вот просто была дана команда обещать все, что угодно, делать что угодно, только чтобы не было войны и шума. Худо-бедно этого достигли, выборы прошли, дольщики обозлились еще больше, значит, дальше пошло нагнетание. Потом выборы в госсобрании были. Тут уже эту проблему не особенно учитывали, все это шло параллельно. Хорошо, все, Хамитов ушел, приходит Хабиров. Видит масштаб проблемы, некоторым образом переформатирует госстрой, значит, дает задание, значит, выработать некую понятную и эффективную систему взаимодействия. Одновременно с этим, на мой взгляд, совершенно поспешно Хабиров декларирует то, что он знает и точно понимает, как решить проблему. Ну, на самом деле это было не так. На тот момент, когда он произносил эту фразу, он, очевидно, не понимал, как решать эту проблему, но решил похвастаться. Хорошо, за слова придется отвечать, и уже началось этот, как бы этот запрос уже пошел. Дальше, значит, им почему-то показалось удобным, что нужно в одну точку сконцентрировать интересы дольщиков. Им показалось, что вот эта группа из одного-двух человек, которые считаются представителями дольщиков, они в полной мере представляют интересы дольщиков. Я имею в виду Гассину, да, чего тут уже кругами ходить. И вот эта очень комфортная ситуация проработала где-то примерно 3-4 месяца. То есть, да, всем казалось, что это работает. Сейчас стремительным образом начинаются центробежные процессы. Значит, дольщики, их период ожидания сокращается. Раньше можно было на год их успокоить, потом на полгода можно было каким-то обещанием успокоить. Сейчас эти периоды начинают вот дискретным образом уменьшаться. И сейчас уже речь идет о неделях, о месяце. Ничего не исполняется, начинается истерика, начинаются разборки. Естественно, Гассина – это отдельная история, то есть ее нужно вообще за скобки вводить, потому что человек, очевидно, оказался не тем, которого хотели там видеть функционально. Но структуру надо менять. Иначе сейчас они потеряют вообще контакт с этими группами, и эти группы уйдут в протест. То есть конструктивный, деструктивный, какой хотите. То есть вот сейчас обзывать их вымогателями, шантажистами и прочее – это огромная ошибка. Потому что люди на самом деле действуют искренне, но рано или поздно они обретут некий политический интерес. Люди, потерявшие свои деньги и жилье, они не могут быть шантажистами, они сидят искренне. Нет, конечно, нельзя отрицать того, что они… Вот многие мне говорят из дольщиков, то есть в приватных беседах и в интервью, они говорят, мы понимаем, что до выборов вокруг нас будут плясать, а после выборов про нас забудут. Да, это в определенном смысле шантаж. Но нужно не забывать о том, что они тоже избиратели, они тот самый народ, ради которого тут, значит, все вот это как бы затевается формально. То есть я к тому, что есть технические аспекты, это действительно вырабатывание тех финансовых и технических схем по достраиванию объектов, а есть политические и социальные аспекты. Это взаимодействие с этими группами, информирование их, работа с ними, именно на уровне соединения этих двух проблем. Потому что если дольщики будут бузить, есть такой аспект, например, если дольщики начнут массово требовать банкротства, например, своего объекта, своего застройщика, это всячески исключает вообще конструктивное… Да, уже техническое решение вопроса. Да, тогда техническое решение вопроса уходит на второй план, оно становится невозможным. И наоборот, если они не понимают, что происходит там, они сейчас категорически не имеют информации о том, как собирается действовать правительство. Даже если оно действует правильно, они этого не понимают. То есть вот этот разрыв между социальным и экономическим – очевидная проблема нынешней системы взаимодействия с дольщиками. То есть хочет этого Ради Фаридович или не хочет? То есть в конечном итоге кончится все тем, что он будет говорить, что у нас все хорошо, а вокруг Белого дома будут кольцом стоять люди с плакатами. Но это же несерьезно. То есть ему тоже это не нужно. Соответственно, я надеюсь, что он обратит на это внимание. То есть я надеюсь, что он победит свою гордыню в плане вот этого вот там «не шантажируйте меня, я тут борец, и меня не сломать». Никто его ломать не собирается. Там ни через плечо, ни через колено. По сути, на самом деле, он не очень-то и нужен дольщикам, если бы проблема решалась. То есть к нему бы точно не было столько вопросов и обращений. То есть он немножко тут меняет акценты, немножко подменяет понятия. Зачем он на себя акцентирует? Ну так вот хочется человеку. То есть он пока еще не утратил вот этой вот эйфории как бы прихода к власти. Он полагает, что все вопросы на нем там замкнуты, и он тут может и должен во всем этом участвовать. Это совсем не так на самом деле. Вот как-то так. Другой болезненный вопрос. У нас есть общая тенденция в республике к сокращению инвестиций. Давайте так посмотрим. С 2016 года этот спад, он уже принял, как бы скажем, чуть ли не необратимый аспект. Ральф Реш сам говорил неоднократно, что у нас там чуть ли не критическая ситуация. При этом озвучивается то, что мы на 12 месте. Это говорит о новых каких-то инвестиционных планов, но вопрос все-таки вызывает. Он говорит о том, что вот мы получим 50 возможных новых инвестпроектов на 150 миллиардов рублей, но если суммировать эти цифры, то мы все еще остаемся на показателях 2018 года, а до 2016 года, когда у нас там был пик этой активности, еще далеко. Ну, вообще, инвестиционные показатели – это такой очень характерный цирковой номер. То есть, можно манипулировать этими цифрами настолько… От разных агентств. Не только от разных агентств, а в разных совершенно философских интерпретациях. Что такое инвестиционный показатель? Вот это намерение или фактически инвестированные деньги? Это инвестированные деньги из государственных фондов через федеральные программы или это частные инвестиции? То есть, подходов и взглядов на эти вещи очень много. Или это деньги, направленные на модернизацию собственного производства? Конечно, конечно, да. Более того, например, деньги, вложенные в Бельский мост, назвать инвестициями в полной мере нельзя. Ну, или деньги, скажем, там, БСК, которые свое оборудование ремонтируют, свое пример. Да, безусловно. То есть, собственная модернизация производства вообще в чистом виде классически, экономически принято считать инвестициями деньги, которые пришли извне региона, которые пришли не через государственные каналы и которые, значит, в результате их инвестирования порождают новое производство, которые начинают воспроизводить добавленную стоимость, воспроизводить налоги, рабочие места и прочее. Все остальное – это от лукавого. То есть, строительство дорог, строительство мостов – это называется модернизация и развитие инфраструктуры. Это не инвестиции. То есть, когда строится завод, вот условно, когда придет на территорию Башкирии компания «Тойота» и построит здесь новое сборочное производство, даст 2500 рабочих мест и 2 миллиарда налогов в год, вот это называется инвестицией. Все остальное – это манипуляция цифрами, особенно меня, конечно, позабавило на одном из недавних совещаний в правительстве, вот этот вот бодренький доклад госпожи Бойцовой о том, что она уже там 100 тысяч миллиардов до небушка чего-то привлекла и так далее. Это она поговорила с людьми, которые сказали, а мы вот, может быть, миллиард выложим. Она говорит, да, так, миллиард складываем, а вы сколько? А мы два, отлично. Это, на самом деле, это все попытка формировать некие новости будущего, да, у нас скоро станет все хорошо, что вот мы вот работаем и так далее. Очень сложный вопрос, но тут надо понимать такую вещь. Россия в целом находится в очень плохой ситуации сейчас по инвестициям. Деньгам взяться неоткуда, значит, естественно, никаких иностранных инвестиций, ну, в серьезном масштабе, кроме финансовых спекуляций на рынках, значит, с высокой степенью риска и высокой доходности у нас не существует. Да, у нас открылся завод «Мерседес», который собирался открыться и так уже 12 лет как, вот, но зато у нас закрылись три завода «Форд». Еще неизвестно, на самом деле, оборотные показатели тех и других бизнесов, насколько превосходят друг друга. Ожидать крупных инвестиций в Башкирию, наверное, не приходится. Дело в том, что, ну, у нас по определению региональная власть не в состоянии создать инвестиционного климата, не потому что она плохая, потому что закон у нас, по сути, не дает, ну, законных оснований для преференций инвестору. Можно поюлить, можно, вот, как с Карнашпаном было, значит, сделать совершенно кривую схему выделения земли там, при этом еще и навариться на этом местным чиновникам, чтобы они там, значит, себе что-то заработали, свои 97 миллионов на земле. Но, и это все в итоге вылилось вот в такую большую проблему, значит, тут Карнашпан, все это, значит, куча претензий. Ради Хабира вчера упомянула о Карнашпане, он так мягко намекнул о том, что Карнашпану следовало бы работать на местном сырье, а не на привезном соседних регионов. Это был все-таки намек и давление на Карнашпан, или просто он вскользь дежурно упомянул эту тему? Ну, я все-таки констатирую, что Хабиров на Карнашпан наезжает, пожалуй, что, так сказать, рефлексируя, ну, это проект, это единственный успешный проект Хамитова. То есть Хабиров по определению не может и не должен к нему относиться хорошо, потому что он как бы вот, ну, всячески себя огораживает от всех успехов и достижений Хамитова, сколько бы мало их не было, но при этом указывать, на каком сырье работать коммерческому предприятию, это по меньшей мере нелепо, они будут работать на том сырье, на котором им выгодно работать. Ну, давайте посмотрим, у нас же унизительная достаточно ситуация, когда формально завод работает в режиме пуска наладки, не оплачивает те по инвестсоглашению налоги и те обязательства перед республикой, соответственно, не выполняет, но при этом те же плиты, которые выпускаются на завод, ставятся печать Егоревска. Это мы как бы не секрет. Нет, это не секрет, это безобразие. Вот где тогда у нас надзирающие органы, где у нас секретная часть этого инвестсоглашения, давайте его все-таки опубликуем, потому что тогда, я понимаю, для Хамитова это был секрет, но очевидно, что в этом дополнительном соглашении содержатся те постыдные условия, которые, скажем, правительство решило выполнять для того, чтобы пришло вот это производство суда. Конечно, сейчас какой-нибудь наш Минпром или надзирающие органы должны в конце концов поставить точку в этом вопросе, сказать, ребят, или вы запускаете производство формально, мы его актируем, принимаем, и вы начинаете выплачивать и налоги, и прочие все вещи, и вы, собственно, в статистику нашего производства попадаете, ведь ставя печать Егоревска, они выпадают из нашего оборотного результата для республики, то есть это не наша продукция в итоге получается. То есть, ну, наверное, тут нужна политическая воля, то есть я не знаю, чего в этом смысле боится Хабиров, Кроношпан от нас точно никуда не сбежит, разве что в Монголию, то есть уже потому, что он уже один раз сбежал из одной из цивилизованных стран, значит, к нам сюда, да, то есть дальше пути уже нет. Соответственно, да, наверное, вот в этом случае надо проявить некую принципиальность, какую-то жесткость, которой у него в избытке хватает в иных совершенно ненужных сферах, а здесь он как-то так вскользь об этом говорит. Ну, не знаю. Вот еще мы привыкли уже, наверное, по оперативкам, и вы отметили, что у нас есть два дежурных мальчиков для бития господин Киреев, господин Мухаммедьянов, они ловят свои, опять же, дежурные плюшки, но, опять же, прошлая неделя, и эта неделя, ну, как-то немножко тема заглохла, то ли она там сознательная, вдруг транспортный час был перенесен, в понедельник и вчера господина Мухаммедьянова громко фамилия много раз не повторялась в негативной коннотации, опять же, тема транспорта, ямочного ремонта, турникетов и прочее, это такая вся эта каша, это что за это все-таки тема в политехнологическом смысле, понимаете, зачем это все выпячивается, понятно, что это не будет решено, понятно, что кого-то дежурно накажет, а зачем это все? Ну, вот этот вот лёлик и болик башкирского правительства, Киреев, Мухаммедьянов, Чук и Гек, ну и так далее, значит, очевидно, что вот эта сфера самая провальная, самая проблемная, при этом она самая же ресурсная, она самая, значит, коррупционно-емкая. Ну, мудрому правителю, дорогому Радио Фаритовичу, сам Бог велел держаться подальше от этих вещей, то есть, рано или поздно в этих сферах произойдут проколы, драмы или уголовные дела, и будет очень, кстати, понимать, что всю дорогу Хабиров критиковал этих, значит, героев, да? Наряду с этим надо понимать, что они плоть от плоти Хабирова, то есть, особенно Киреев, конечно, человек, ну вот, давайте... Условный Красногорский набор. Давайте, да, трезво смотреть на вещи. Человек, который имел краткий опыт руководства маленьким провинциальным городком в должности заместителя. Как раз по части ЖКХ. Да, ну, то есть, он руководил городом Стерлитамаком в качестве заместителя, был там одним из руководителей, потом городом Красногорском. С населением там, если их вместе сложить, вот город Стерлитамак и город Красногорск, это 10% от населения того региона, которым он сейчас руководит, вот, в части ЖКХ. Очевидно, что компетенции там близко даже не стояло. Но, видимо, есть какие-то скрытые качества у господина Киреева, чтобы он вот находился на этой должности. Вот эта манипуляция гигантскими суммами, которые у него в подчинении фактически находятся, это, видимо, и есть объяснение причины. Мухаммедьянов тут сложнее. Мухаммедьянов человек Москвы. Он поставлен достаточно влиятельными людьми из Москвы, поставлен насильственным образом. Я имею в виду, помните, вот эту трагедию, да, с его заменой. И, по большому счету, сейчас Хабиров его убрать не может. Хотя, у меня складывается впечатление, что хочет. Потому что это тоже ключевая позиция, очень ресурсоемкая, очень опасная в плане провалов-непровалов. И, конечно, Мухаммедьянов для него некомфортная фигура. У него есть два варианта. Либо добиться его дискредитации и отставки, либо его заточить под себя и каким-то образом найти с ним это взаимодействие. Ну, пока вот смотрим. Ну, все-таки попытка завода системы «Стрелка» из Подмосковья, это его чистая инициатива, или, скажем, целой подмосковной группой условной. Вы имеете в виду вот эту технику уборочную? Нет, имеется в виду не техку, но система «Стрелка» – это имеется в виду в транспорте, пассажирском турникете и так далее. А, турникеты? Ну, это… Нет, турникеты здесь условные. Я понял, да. Нет, я думаю, что это постановочный характер носит вот эта история, потому что, когда Мухаммедьянов декларирует заведомо, ну, какое-то достаточно там деструктивное решение, да, которое уже давно везде отменено, во всех там регионах, в Москве, везде. А потом Хабиров, ну, как сказать так, очень жестко так, да, с гневом так, да вы что тут творите, там, безобразие какое. Ну, это, конечно, все отдает исключительной постановкой, и такой достаточно слабой с точки зрения драматургии. То есть, конечно, тут режиссеров надо менять. Ну, у них много вообще вот этих постановочных моментов. То есть, мы помним тарифную историю с мусором, да, когда… Потом вот на последней оперативке я обратил внимание о том, что как вот внезапно изменилось отношение к этой программе Мухаммедьянова, потому что тут Хабиров себя загнал сам в ловушку, он ее разгромил окончательно и последовательно на протяжении последних месяцев, и там привлек Прочаковскую, которая там за ламовые руки, значит, причитала, как все плохо и не работает, и вдруг через неделю все заработало. На самом деле изменений в программе не произошло никаких. Но Хабиров сказал, да, она 90% работает теперь. Ну, то есть, а куда было деваться, сказать, что все не работает? Ну, тогда, извините, надо меры принимать. Он сам себя вот накрутил. Не за слишком много или взялись? Ну, конечно, да. Я бы вот, ну, я не советчик Хабирова, потому что не даю бесплатных советов. Но, как бы, действительно, слишком поспешно заявили, во-первых, компетенция. Это говорит о внутренних сомнениях. То есть, когда человек начал говорить, я знаю, как решить проблему дольщиков. Но если бы он знал, как решить проблему дольщиков, он бы уже давно стоял, значит, в центре Кремля на огромном постаменте. В этой стране никто не знает достоверно, как решить проблему дольщиков. Везде ищутся какие-то индивидуальные решения, какие-то уникальные подходы. В этой стране просто решили избавиться от темы дольщиков, отменив долевую историю. Да, да, да. Ну, нет, это тоже исторический аспект. Мы рано или поздно к этому пришли, как Италия, например. Но, да, действительно, Хабиров слишком поспешно заявил о своих компетенциях. В этом есть некий элемент внутреннего сомнения, потому что он сюда был приведен и поставлен именно в таком образе готового, мудрого специалиста. Откуда это все взялось, совершенно непонятно. То есть, где он набрался мудрости, опыта, тоже до конца неизвестно. Но, тем не менее... Давайте скажем, в конкретных сферах. Да, нет. Он был заведен именно как абстрактный, готовый руководитель. То есть, человек с огромным опытом, человек там т-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д. А когда потом стали детально выяснять, откуда ему взяться-то было в опыту. То есть, ниоткуда. Ему, конечно, нужно было с некой поспешностью, как он сделал, заявлять об этих компетенциях. Я решу это, я решу то, я знаю об этом, я умею и так далее. То есть, отсюда вот эта нервозная реакция на неизбежную критику. То есть, когда стали предъявлять счета, началось это, я борец, меня тут не ломайте, меня тут не шантажируйте. Но это не очень конструктивно, на самом деле, а для политика. То есть, так можно себя вести в семье, в коллективе, в каком-то там производственном, в бригаде где-нибудь, или в армии, например, доказывая, или, например, на зоне, доказывая свою значимость в узком коллективе. Но не в правительстве и не на должности руководителя региона. Кстати, да, если говорить там о всяком самоутверждении, вы хорошо пример привели о том, что там взаимодействие с госсобранием. Для себя мы с коллегами-журналистами вчера отметили, как целый генерал МВД вытягивался во фрунт перед старшиной запаса. Мы имеем в виду, когда Константин Толкачев объявлял начало или конец доклада о Раде Хабирова, прям вставал по стойке смирно и смотрелся достаточно унизительно. Все-таки спикер. Ну да, ну фигура Толкачева у меня вызывает все больше и больше сочувствия, ну чисто человеческое такое, потому что так унижать пожилого человека, то есть так последовательно и так как бы жестоко на самом деле, ну отыгрывать вот все те обиды, которые действительно Толкачев нанес Хабирову в этом 2009 году. Ну, в принципе, можно было бы найти менее очевидные, ну там, например, более удовлетворяющие эго-способы. Хабиров избрал способ вот этого длинного публичного унижения, да, то есть, ну, видимо, так ему кажется, что таково должно быть возмездие для Толкачева. Ну, ладно, это их дело на самом деле, конечно. Толкачев тоже сам себе избрал свой путь с другой стороны, да, то есть он тоже всю жизнь, значит, был вот этим флюгером, который там, значит, и нашим, и вашим за 100 рублей пляшем. Ну, соответственно, за все нужно отвечать, наверное, вот такова его мир ответственности теперь за эту историю. Ну, вот, скажем так, от более конкретной сферы мы перешли вот в такой общей и абстрактной сфере, называется политика и выборы, да, вот скажем так. Как мы с вами уже перед эфиром отметили, что на самом деле то ли есть у нас в республике выборы, то ли официально они как бы вообще не признаются, что вы имели в виду. Нет, ну, у нас удивительная, совершенно абсурдная ситуация сложилась во всей стране, ну, и Башкирия никак не исключение. То есть выборы у нас до юра есть, а де-факто наступает очень опасная ситуация, когда население инстинктивно понимает, что их нет. То есть вот это сложившаяся в последние годы практика борьбы за явку или неявку, ну, там, в зависимости от задачи. Плюс два часа к выбору. Да, да, да. Вот это очевидный симптом того, что, значит, вот сбываются те мои прогнозы, которые я много лет назад делал, что самое страшное для власти, это игнорирование со стороны населения. То есть когда население начинает понимать, что никакого взаимодействия с властью не существует, вот по факту, это вот касается и дольщиков, и вообще избирателей, да. Значит, когда человек махнул рукой, когда он устроился жить определенным образом в определенных условиях и понимает, что пользы от власти нет, кроме вреда, он начинает ее игнорировать. Вот это самый страшный момент. Этот момент дает понимание того, что власть виртуальна. Потому что власть на самом деле держится на людях, а не наоборот. И вот отсутствие или наличие власти, то, что вы меня спрашиваете, в Башкирии, совершенно четко иллюстрирует вот эту ситуацию. Да, у нас будут в сентябре выборы, нет, у нас нету конкурентной среды, и, видимо, ее не будет на этих выборах. То есть будет Хабиров и пяток лесников-петрушек, да, которые, вот, ну, очевидным образом не являются конкурентами. Тогда зачем нужно проводить неконкурентные выборы? Утвердить решение Кремля? В принципе, большинству населения достаточно рекомендаций Владимира Владимировича Путина. Пока еще, пока еще, да. Ну, так сложилось уже 20 лет. То есть люди понимают, что, причем этих рекомендаций достаточно для разного рода реакций. Для поддержки и для апатии в том числе. То есть люди могут сказать, ну, понятно же, его же Путин поставил. То есть даже если он нам не нравится, мы все равно его оставим. Или наоборот скажут, ну, хорошо, он хороший человек, его же Путин поставил. То есть это зависит от того, как каждый конкретный человек относится непосредственно к Путину. Вот это отношение тоже меняется в последнее время и довольно стремительно. Так вот, если Хабиров не похватится сейчас в последний момент и не выстроит хоть сколько-нибудь конкурентных выборов, не знаю, правда, как он собирается это сделать или не собирается, и возможно ли это, тогда эти выборы повторят у нас 2014 год. Хамитов, ушедший, значит, в небытие Сарбаев и даже не помню, кто в виде конкурентов. По-моему, Бигбаев, да. Ну, вот мужчина построил свою жизнь на этом эпизоде, да. Фамилия его уходит в небытие. Соответственно, мы повторим историю 2014 года. Это очень нехорошо для Хабирова, потому что, когда претензии, проблемы будут нарастать в 2019-2020 году, нельзя будет сказать, что его избрали в полной мере. Политика рождается в политической борьбе. Конечно, конечно. Хотя бы или хотя бы в ее имитации. То есть так, как принято в разных замысловатых местах земного шара, иногда это имитация, иногда это истинная конкуренция. Но чем более отчетливо и достоверно проходят выборы, тем больше повода для самих избирателей полагаться на свой выбор. Ну, они его сами выбрали, значит, они сделали правильный выбор. Снижает свой уровень критики до определенного момента, потому что это их выбор. Как можно критиковать того, кого ты выбрал? Так ведь, да? Соответственно, вот в этом скрытая опасность. Ну, Хабиров, по-моему, человек достаточно архаичный в этом смысле. Он как-то, во-первых, он никогда не участвовал в выборах. Начнем с этого. По-настоящему. Да, по-настоящему. Во-вторых, его команда участвовала последний раз в выборах лет 10 назад. То есть люди тоже утратившие всякий опыт и всякие... Ну, или не имевшие его вообще. Откуда взяться тогда им понимание вот этих всех вещей? Ну, вот они идут по... Он все, что знает про выборы, это то, что они делали на выборах в 2009-2008 годах. Когда он был в Башкирии в ранге руководителя администрации. Тот опыт сейчас категорически нельзя применять. Ну, ему приходится пользоваться тем, что есть. Потому выборы, скорее всего, конечно, у нас будут довольно печальными, неинтересными, но с отрицательными последствиями для Хабирова. Но нет, при этом же, Андрей, мы наблюдаем о том, что вот этот, скажем, всплеск информационной активности. Там не один, а чуть ли не несколько официальных пиарщиков и неофициальных пиарщиков ради Хабирова. Все сделано. Опять плюс два часа, скажем так, к выборам, чтобы яблочку-то приподнять. Другие шаги опять мы увидели сейчас. Назначение Илона Макаренко, такое откровенное. Откровенное. Все вроде бы заточено наоборот на выборы. Вот, да, тут есть, конечно, тот самый оксюмарон, который мы наблюдаем последние пять месяцев. Господин Мурзагулов внятно и четко в самом начале этого пути, вот здесь в Башкирии, заявил, что Хабиров вообще не знает, вообще не готовится к выборам. Никакой избирательной кампании у него не будет. Он работать сюда пришел, ну, как будто бы на пять месяцев. То есть, человек, у которого не будет избирательной кампании, он, значит, ну, чуть было Хабиров, вернее, чуть было Мурзагулов не сказал, что Хабиров изберется, даже если не будет участвовать в выборах, но удержался. Это, конечно, лицемерная позиция, потому что наряду с этими заявлениями и всяким официальным отсутствием подготовки к выборам со стороны Хабирова, все действия Хабировой команды, это исключительно предвыборные действия. Причем зачастую в ущерб результату, зачастую в ущерб здравому смыслу, но все, что делается, это все пропаганда. Потому что вот этот крен на то, что там проводите субботники, чтобы было весело, там вовлеките туда, значит, студентов там и прочих-прочих, да, покажите людям, что мы работаем. Вот это вот белое, там, красное, зеленое нитью проходит через все оперативки. Покажите людям, покажите людям. То есть казаться, а не быть, да, как вот вы метко заметили перед эфиром, именно казаться, а не быть. То есть мы должны демонстрировать то, что мы вообще существуем. Ну, это тоже, конечно, истолковано вот сроком, который вот дан Хабирову до выборов. Он абсолютно нестандартный, абсолютно неправильный. То есть он не соответствует тем обычаям, которые обычно у нас вот случаются, когда меняют губернатора Наврио с последующими выборами. Обычно это 3-4 месяца Хабиру пришлось находиться и придется находиться на этой должности, ну, почти год, да, то есть там 11 месяцев. Вот. Это для него опасность, это для него засада, это для него проблема. Тут, конечно, свинью ему подложил Рустам Закевич, но, как говорится, уже теперь не исправишь. А что будет через год? Вот, допустим, перезбрался ради Хабиров, вот эта вся, как изменится, скажем так, их политика, вот эта виртуальная? Информационная политика, скорее всего, меняться не будет, она будет двигаться в направлении угасания. То есть она сейчас нужна только для выборов. Хабиров вообще человек, судя по всему, не склонный к какой-то публичности и регулярному взаимодействию с населением. То есть его это как-то так очень беспокоит, его это смущает, ему это не нравится. То есть вот реакция его на спонтанные контакты с населением, на выездах, еще где-то, она всегда очень неадекватная. То есть человек не готов к этому взаимодействию, у него нет такой вот харизмы и импровизации. То есть к заготовленным вещам он готов. То есть, ну, то, что заучено, то, что это... Данные вещи воспринимаются как-то просто... Они, да, 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 очень-очень-очень раздражают. То есть это всегда у него вызывают вот эти ошибки, сбои поведенческие. То есть такие вот там где-то проговариваются, где-то там какие-то, значит, такие пацанские вещи выскакивают. Это нехорошо для политики, это совершенно недопустимо. То есть, ну, следующим шагом там что, драться, что ли, вот там, когда вот ты не согласен с оппонентом, да, или там, например, тебя внезапно чем-то там расстроили, да, то есть вышли люди, говорят, а у нас тут плохо все в районе. Ну, не, ну, пацаны же в Себаи ездили. Ну, да, 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 да. Вот, да, это нехороший симптом, но я думаю, что вот это официальное взаимодействие с населением будет угасать. Некоторое время будет там, ну, по инерции будет существовать. Есть еще такой этап после выборов, это легитимизация результатов. То есть он длится где-то месяц-два, когда нужно улюлюкать и, ну, доказывать, что все было честно, благородно и правильно. То есть, там, констатировать результат, вносить его в сознание людей. Ну, это технологический такой процесс. И где-то после Нового года начнется, наверное, сворачивание всех этих историй. То есть, потому что, ну, фанфары точно не нужны. Вот эти вынужденные ложные посылы, которые сейчас все время задаются в информационное пространство. Там, Башкирия вошла в число процветающих регионов России. Да, такие абстрактные там новости там и прочее. Это, скорее всего, будет спадать. Ну, вот как говорит Мурзагулов, основная их идея и их основная концепция управления – это контроль над информационным пространством и манипуляция общественным мнением. То есть, вот, ну, в свою пользу, естественно. Соответственно, как бы, вот так и будет дальше продолжаться. Высказывалось мнение, что часть команды Радио Хабирова, она является, как бы, ну, села на расстрельные должности, что через год они многие уйдут и так далее. На Ваш взгляд, многие, скажем так, приезжие или те гости, которых, скажем, было здесь неожиданно увидеть, они после выборов уедут, скажем так, соберут весь негатив и выполнят определенные задачи, уедут? Или все-таки они останутся, скажем так, молодые, несытые еще? Голодные. Ну, да, такая идея, кстати говоря, высказывалась, и что меня удивило, она, вот это вот, такое предположение высказали люди, для меня находящиеся в очень разных позициях, там, госсобрания, да, там, представители госсобрания, какие-то, значит, политологи, какие-то еще люди, значит, там, партийные деятели. Вот так одновременно для меня эту концепцию высказали. Ну, это, наверное, инстинктивное восприятие ситуации, да, действительно. Вот эти посторонние гости, которые к нам приехали, может быть, у них короткие задачи, то есть, это действительно нивелирование проблем, вот на первом этапе. Я почти уверен, что примерно через год Хабиров будет менять кардинальную команду, ну, не 100%, но в определенной части. Более того, к этому моменту кто-то из них неизбежно проколется и дискредитирует себя, я имею в виду, там, и хищение, и какие-то злоупотребления, и прочие вещи, и надо будет избавляться. Ну, или мордобой на полигонах. Да, да, да. Ну, в общем, что-то такое будет происходить. Конечно, Хабирову будет выгодно сменить вот этих дискредитировавших себя. Дело в том, что сейчас у них острая фаза. Сейчас они вынуждены говорить всякие нелепости, быть грубыми, быть там, там, жесткими, да, вот эти вот все воздействия, там, к предыдущей команде, там, аресты Гурева, там, прочее, прочее. Это все им не идет в плюс. Конечно, было бы здорово этих людей поменять через годик на более пристойных и приемлемых. Ну, и у нас всегда любая замена начальника – это обновление, обнуление, да, ситуации. Ну, по крайней мере, пока еще население это так воспринимает. Да, конечно, скорее всего, будет замена. Более того, некоторое количество людей, которые находятся в этой команде, люди заточены действительно на короткие дистанции. То есть, ну, после Нового года, я думаю, что мы потеряем Сидякина и еще нескольких, значит, министров. Кто-то не справится, например, такие, как Полстовалов. То есть, очевидно, люди не самостоятельные и не способные к таким задачам. Они объективно будут, как бы, смещены. Кто-то уйдет сам, ну, обретя искомые капиталы и не собираясь там работать ни в России, ни в регионе. То есть, да, я думаю, что замены случатся. Вот здесь, скажем так, некое общее мнение высказались различные политологи, скажем, даже из различных лагерей. Ну, в общем, не то чтобы удивились, но все отметили такую нелогичность решения по притягиванию в команду, скажем, фигуры экс-премьера Рейли Сарбаева. Да, вот скажем, даже, с одной стороны, Абаз Галямов, который в целом-то поддерживает, да, Радия Хабирова, сказал о том, что там негативно высказали. Другие также сказали, что это вообще произошло. Хотя, признаюсь честно, о приходе Сарбаева, лично мы здесь в редакции, да, с коллективом когда обсуждали, мы не то чтобы знали что-то новое, но прогнозировали, что в течение месяца он появится. И он появился. Это было просто просчитываемо. Ну, да, вероятнее всего это так. Я оцениваю все-таки прием Сарбаева в свою команду, то есть это нужно так формулировать все-таки, как некую ментальную ошибку со стороны Хабирова, потому что функционально Сарбаев ему точно не нужен. Ну, то есть это не какая-то крупная фигура, которая действительно кардинально может изменить инвестиционную ситуацию. То есть, да, Сарбаев аффилирован с несколькими крупными промышленными группами, но при этом нет, Сарбаев не является там решающим звеном в этих группах. Условно говоря, после потери своего статуса крупного государственного чиновника Сарбаев, ну, как говорят в народе, пристроился. То есть нельзя было ему быть там в пустоте в вакууме, да, вот ему пришлось там искать себе какую-то опору. Так почему это ментальная ошибка? Ну-ка, вот почему. Хабиров ошибочно полагал, что со стороны Сарбаева может исходить какая-то выборная угроза. То есть я уже неоднократно говорил, что это действительно ошибка представлений и ошибка, видимо, в информированности, потому что, ну, Раиль Сальхович, как я уже и говорил, человек глубоко системный и действовать по-настоящему будет только по команде. А кто бы мог отдать команду Сарбаеву в Кремле, там, действовать против Хабирова, я не представляю себе. То есть, соответственно, нет, Сарбаев не представлял никакой угрозы с точки зрения выборов, и нет, он абсолютно бесполезен, ну, в практическом смысле в составе правительства. Ну, как эксперт он и таковым не является. Ну, конечно, да. То есть компетенция его, еще раз повторю, что у Сарбаева нет крупных достижений экономических, ну, когда он был у руля в Башкирии. У Сарбаева нет крупных рычагов влияния на какие-то большие промышленные группы, именно влияние. Да, он вхож в какие-то круги. Ну, и что? То есть, это ведь знакомство в России слегка преувеличивается по масштабам. То есть, я, например, знаком с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Ну, и что? Здороваться это не значит дружить. Да, ну, и что? Да. То есть, соответственно, как бы вот. Ну, вот так почему-то решил. Для Хабирова это почти бесплатно. То есть, должность ничтожная. Ее в любой момент можно нивелировать до нуля, если вдруг что-то пойдет не так. Так, соответственно, ну, сидит красиво Раэль Сальхович теперь на совещаниях правительства. Но появление Сарбаева все-таки внесет какое-то, скажем, изменение в расклад и, скажем, внутреннюю борьбу тех групп, которые сложились сейчас рядом с Хабировым? Нет, нет. Он не участвует ни в одной из этих групп. И, скорее всего, предпочтет не участвовать. Например, как Эхимдханов, да, себя вести? Да, он не будет примыкать ни к лагерю Баширова, ни к лагерю Мурзагулова, ни к промежуточным экономическим всяким склокам. Нет, нет. Скорее всего, он будет сам по себе, будет изображать какую-нибудь экономическую деятельность. Возможно, даже чего-нибудь там, где-нибудь построит какой-нибудь завод кожевенный или какой-нибудь свечной. То есть, ну, я не знаю. То есть, это вот, я не прогнозирую какой-то всплеск какого-то активности. Относясь к Сарбаеву лично, ну, с некой такой доброй иронией, да, я вот, ну, не могу сказать, что он мне не нравится там как человек. Он такой забавный. Вот. Ну, я абсолютно точно понимаю, что от него не будет, наверное, какого-то существенного толка в правительстве. Вот при нашей встрече я обратил внимание на ваш пост о том, что попытка там, скажем так, зацепить через дело Евгения Горьева, там, лиц, которые там находились выше, скажем, там, Рустама Морданова, из-за этого может прилететь ответкой из Центробанка и из других серьезных учреждений. Вы отметили, я с вами соглашусь в этой мысли. Или с чем, скажем так, ваш вот этот пост и эта мысль связана? Ну, это связано исключительно с анализом ситуации. То есть, анализируя те обвинения, которые выдвинуты Горьеву, ну, во многом... Нынешние. Ну, нынешние, естественно, да, да. Не те, которые вы там, значит, конструировали и создавали. Я имею в виду реальное обвинение следствия, то есть, по крайней мере, попытка создать этот комплекс обвинений. Я понимаю, что, ну, если настаивать на этой позиции, то есть, я вот сейчас намеренно и сейчас иду. До этого не анализирую действия следствия и их логику. Если настаивать на этой логике, то тогда, ну, неизбежно нужно вовлекать туда всех игроков процесса. Это Марданов, это Хамитов лично, это, ну, безусловно, Мансуров, который... Ну, вот про Мансурова вообще отдельная история. То есть, он никак не может быть не вовлечен в этот процесс. Хотя он сейчас бегает кругами узкими и широкими в разных сферах, значит, доказывает то, что он никак не должен быть вовлечен. Он не доказывает то, что он не вовлечен. Он доказывает, что он никак не должен быть... Другое дело, что у него спрос другой с бизнесмена. Ну, не совсем. Он депутат госсобрания. И вообще, да, и член «Единой России» и так далее, и так далее. Тут, знаете ли, многообразная ипостасия. Они же сейчас изображают, что он, да, партийная дисциплина. Его надо сейчас на детек... Мы исключаем из партии алкоголиков. Вот, кстати говоря, первый кандидат на детектор лжи, да, как у нас Ахмадинур уже сказал, все говорят, на детекторе проверим. Вот его первого надо посадить, проводами опутать и задать пяток вопросов. Нет, я считаю, что перспектива этого дела, она как опасна, так и туманна. То есть, и для нынешних властей, и для предыдущих властей, и вообще для стабильности в регионе вообще существует она или нет, я не знаю. Вы имеете в виду, вообще, давайте, скажем бы, открою, она для всей вертикали. Так, в общем, да. Потому что, значит, взять, выделить одного злодея Гурьева и придать ему такой имидж человека, который из хулиганских побуждений, значит, раздавал землю, ну, это глупо, это непоследовательно. Тут ни уголовный кодекс с этим не согласится, ни широкая общественность. То есть, там, невзирая на улюлюканье, там, в башенформе вот этих всех вещей, это можно просто отодвинуть, ладно, это технологический приемчик, там, Бурзагулова, который, ну, не знаю, сработал он или нет. Но объективно судить об этом деле будет, ну, очень сложно, если туда не добавлять всех активных деятелей. Но давайте смотреть на вещи трезво. Как только рука следствия дотянется, там, до, значит, Морданова, ну, наступят необратимые последствия. То есть, либо следствие будет, там, прекращено на этом этапе, либо, значит, там, ну, будет некое объяснение, что это сфера, в которую вторгаться нельзя. Пожалуй, что это же касается и Хамитова. За них есть просто кому заступить. Да, с одной стороны, это Эльвира Сахебзадовна, которая, ну, очень тщательно следит за чистотой рядов и, значит, имиджем своего заведения. С другой стороны, это Игорь Иванович Сечин, который мужчина тоже на многое способный. Вот. То есть, остановить любое следствие он может в состоянии, как там, коня на скаку. Вот. Я не думаю, что вот так случится, что пойдут в направлении вот этих вот персонажей. А что делать тогда? То есть, будет тупик какой-то, я не знаю, да, я с трудом сейчас могу прогнозировать это все, но мы наблюдаем, будем участвовать. Я информационно очень хорошо в этом смысле оснащен ВКонтакте со всеми сторонами вот этого вопроса, потому, ну, не на пустом месте рассуждаю. Ну, посмотрим, тут другому не скажешь. Ну, по информации, конечно, это все-таки уйдет дело больше вниз и в шире. Я могу сказать, что уже под ударом находятся некоторые представители силовых структур, в частности МВД, которые взаимодействовали. Это уже конкретно названы фамилии сотрудников, которые из ГОЭП и ПК будут уволены. По некоторым будут возбуждены дела. То есть, внизу и в шире будут, там будут определенные диозные личности, которые, скажем, под Уралом Махметовым ходили. Ну, это будет интересно, полукриминально и весело. А вот, скажем, с точки зрения, там, как мы говорили, Евгений Гурьев и выше, я здесь с вами соглашусь, я думаю, логично было, что максимум на нем замкнулось. Ну, логично-то логично, но с точки зрения, ну, вот давайте так рассуждать, как Филиппов не захотел сидеть один. Ну, да. Так и Гурьев, в общем-то, не захочет сидеть один, и, ну, его жизнь – это его жизнь, соответственно, я думаю, что он так и будет рассуждать. Вот мы сейчас наблюдаем, буквально на днях будет, ну, завершается срок ареста госпожи Берг, значит, и атака госпожа Берг не дала никаких искомых показаний, которых требовалось ей дать. Вот сейчас будут, ну, определяться, то есть, ну, ей там вменяют какие-то вот эти вот там 3 миллиона. Ну, не, еще в случае, еще в следствии с госпожой Берг нам по информации служил один такой эпик фейл, то, что когда они пришли из-за мать опорудования, оказалось, что все серверы и все жесткие диски были подчищены. Ну, да. То есть, даже, то есть, они вот этой фактурой, этой фактурой тяжело. Да, там есть проблемы, дело пустое, ну, как и дело Гурьева сейчас, вот сейчас папка пуста абсолютно. Да, мы здесь не говорим о том, виновности и невиновности. Да, 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 мы говорим о процессе, то есть, и самое главное, о чем мы говорим, это о изменившемся подходе, ну, вот, условно говоря, властей действующих к подобным событиям. То есть, Хамитов нам обещал, там, посадки, помните, да, там, все будут посажены, там, и так далее. Но, Хамитов, ну, давайте так, назвать вещи своими именами, Хамитов был трус. И потому он, ну, не решился на подобные вещи, то есть, в силу своих, вот, ну, как бы, человеческих качеств. Ну, даже ни одного главу, ты, кроме Кристины. Да, да, никаких, ну, там, не он же арестовывал, простите, там уж совсем ужас-ужас был, и полиция пришла его, значит, это, заактировала. Вот, сейчас относить вот это случившееся с Гурием только на сторону Белого Дума было бы ошибкой. Да, конечно. Ситуация в стране изменилась, ситуация, концепция верховной власти в отношении, там, и криминала, и коррупции изменилась. Сейчас мы наблюдаем, ну, на мой взгляд, очень опасный и очень такой поспешный процесс формирования вот этих вот агитматериалов, да, в каждом регионе. Ну, вот, один секрет, когда пришел сюда новый прокурор, значит, в Башкирию, он задал вопрос, а у вас ОПС есть? Значит, ОПС это Организованное преступное сообщество. Я слышал, да, это редкое, ранее редкое, 210-е. Да, среди, вот, именно, чиновников. Ему говорят, нет, не было ни разу. Ну, сейчас говорят. Он говорит, как, во всех регионах есть, а у вас нет? Ну, то есть, это, как бы там ни было, наши вот правоохранители, они, у них там палочная система, да, там, как вот недавно один, начальник РУВД одного нашего района сказал, вот, блин, премии решили за то, что в прошлом году было 7 убийств, а в этом 5. Ну, то есть, как бы, да, нет, вот, да, хоть убивай кого-то, да. Соответственно, значит, у них тоже палочная система, нет ОПС в республике, да, то есть, ну, упущение. Вы знаете, я вот даже, как редактор издания, который, ну, новостного издания, когда мы тоже криминал отслеживаем, я за последние два года, ну, только один раз наблюдал попытку возбуждения по 210-е, это по нефтяному, как раз, преподаватели, когда поймали целую группу, и то, вроде бы, как пытаются это дело развалить. Ну, да, не тянуть стоит, это вообще отдельная история, там, противостояние ректоров и всяких разных господ, возглавивших ТПП, вот, там, это поляна Мурзагула, вон, там, кормится и поется на этой поляне. Ну, что ж, мы, наверное, на этом нашу будем беседу завершать, спасибо вам, Андрей, и, как говорится, и, как вы любите говорить, будем наблюдать и анализировать происходящее. Спасибо.